приветствую всех любителей вязания спицами меня зовут галина вы на канале вяжем спицами сегодня я хочу вам предложить вот такой вот красивый узорчик летний узорчик лето быстро приближается и многие уже начали что-то вязать на лето и вот такой вот узор отлично подойдет для летней кофточки смотри как смотрите какая красота получается вот просто вот такую вставочку из трех полосок сделать впереди будет очень красиво смотреться вот эта левая сторона узора и это лицевая сторона узор называется веточки плюща такое вот интересное название похоже узор похож на веточки и поэтому вот получил такое название веточки плюща вяжется узор очень просто раппорт узора состоит из 12 петель плюс 3 дополнительные петли для асимметрии узора чтобы у нас начало и конец ряда был одинаковый и плюс 2 кромочных также для вязания этого узора нам понадобится крючок чтобы удобно было вывязывать петельки если вы хотите научиться вязать такой вот оригинальный узор с названием веточки плюща то смотрите видео дальше и сейчас мы подробно разберем как вяжется этот узор сразу хочу сказать что лучше он смотрится при вязании из тонкой ниточки вот это вот я вязала из детской пехорки вообще обожаю эту пряжу мне очень нравится с нее легко вязать и всегда когда вот оригинально получается такие вот узоры цвет с цветом можно поиграться то есть попробуйте поэкспериментируйте свяжите несколько образцов из разной пряжи из разного цвета и посмотрите на каком каким цветом он будет лучше смотреться вот я вязала вот таким цветом и потом пробовала вязать вот таким цветом тоже принципе четко выразительно смотрится смотрите как красиво смотрится сейчас я буду вязать образец вот таким цветом так для образца я набрала 29 петель с учетом кромочных и вяжем первый ряд кромочную петлю снимаем 2 петли вместе лицевых две петли вместе лицевой за заднюю стенку накид 1 лицевая далее 4 изнаночных 1 лиц 1 лицевая 4 изнаночных 1 лицевая 4 изнаночных вот это мы связали 1 раппорт узора дальше до конца ряда повторяется 2 петли вместе лицевой за заднюю стенку накид 1 лицевая 4 изнаночных 1 лицевая 4 изнаночных и в конце ряда 2 петли вместе лицевой за заднюю стенку накид 1 лицевая тоже за заднюю стенку и кромочная кромочную вяжите так как вы привыкли вязать в основном вяжут изнаночные но у меня вот я вот всегда вяжу лицевой то есть это не принципиально важно так 2 и все четные ряды вяжем таким образом кромочную сняли 2 петли вместе лицевой за заднюю стенку тут смотрите у нас получается петля и накид предыдущего ряда их провязываем вместе лицевой за заднюю стенку накид также точно так же как по лицевой стороне и лицевая за заднюю стенку дальше 4 лицевых 1 изнаночная 4 лицевых и дальше повторяется то есть это вот один раппорт дальше повторяем 2 петли вместе лицевой за заднюю стенку 1 лицевая и 1 лицевая за заднюю стенку эти в принципе тоже также так и 4 лицевых изнаночная 4 лицевых 2 петли вместе лицевой за заднюю стенку накид 1 лицевая и кромочная второй ряд провязали то есть 2 и все четные ряды вяжем третий ряд кромочную петлю снимаем и 2 вместе лицевой за заднюю стенку накид и лицевая за заднюю стенку дальше 1 изнаночная и следующую петлю ввязываем так правую спицу вводим вот один два три изнаночных пропускаем вот где у нас лицевая в петлю предыдущего ряда вот сюда вытягиваем вот такую вот петельку вытянутую и надеваем на левую спицу провязываем вот эту вот петлю которую мы надели вот с этой петлей с изнаночной вместе лицевой провязали дальше 2 изнаночных 1 лицевая 4 изнаночных 1 раппорт провязали дальше повторяем 2 вместе лицевой за заднюю стенку накид 1 лицевая за заднюю стенку 1 изнаночная и снова спицу вводим вот и вот лицевая у нас петля в петлю предыдущего ряда и вытягиваем петельку вытянутую петельку надели на спицу и провязали 2 вместе лицевой дальше 2 изнаночных 1 лицевая 4 изнаночных и в конце ряда 2 вместе лицевой за заднюю стенку накид 1 лицевая 1 изнаночная и кромочная вяжем пятый ряд кромочная 2 петли вместе лицевой за заднюю стенку накид 1 лицевая 1 изнаночная и снова спицу вводим туда же откуда вывязывали вот первую вытянутую петельку вот тоже точно туда же и ведь я вторую петельку надели на левую спицу и провязали 2 петли вместе лицевой 2 изнаночных 1 лицевая 4 изнаночных провязали рапорт и дальше повторяем снова 2 вместе лицевой за заднюю стенку накид 1 лицевая за заднюю стенку 1 изнаночная и снова спицу вводим вот сюда втягиваем петельку надеваем на левую спицу и провязываем 2 петли вместе лицевой 2 изнаночных 1 лицевая 4 изнаночных 2 вместе лицевой за заднюю стенку конце ряда накид 1 лицевая и кромочная провязали 5 ряд вяжем 7 ряд кромочная 2 петли вместе лицевой за заднюю стенку накид 1 лицевая 1 изнаночная снова спицу вводим вот сюда и увязываем третью вытянутую петлю надеваем ее на левую спицу и провязываем 2 петли вместе лицевой вот у нас получилось веточка из трех петель 2 изнаночных 1 лицевая 2 изнаночных здесь нам потребуется крючок для удобства чтобы сделать вывязать веточку вот по левой стороне лучше будет воспользоваться крючком 3 вводим крючок вот в петлю предыдущего ряда вот где у нас лицевая вот сюда и вытягиваем петельку вот эту вытянут надели на левую спицу и провязываем вместе лицевой вот со следующей петлей провязали 1 изнаночная вот это мы провязали один раппорт дальше повторяем 2 вместе лицевой за заднюю стенку накид лицевая 1 изнаночная спицу вводим вот сюда повязываем вытянутую петельку надели на спицу на левую и провязали 2 вместе 2 изнаночных лицевая 2 изнаночных дальше берем крючок и в петлю предыдущего ряда вот сюда захватываем ниточку и вытягиваем петельку надеваем ее на левую спицу сильно не стягивайте чтоб здесь сильно не стянула свободно и провязываем вот с это петлей вместе 1 изнаночная и в конце ряда 2 петли вместе лицевой накид лицевая и кромочная провязали седьмой ряд вяжем 9 ряд кромочная 2 вместе лицевой за заднюю стенку накид 1 лицевая здесь у нас веточка закончилась провязываем 4 изнаночных 4 изнаночных 1 лицевая 2 изнаночных сейчас у нас веточка идет в левую сторону наклон так вводим крючок вот в эту же петельку откуда вы вывязывали первую вытянутую петлю вот сюда вытягиваем ниточку надеваем на левую спицу и провязываем вместе 2 вместе лицевой 1 изнаночная и дальше повторяем до конца ряда 2 вместе лицевой накид 1 лицевая 4 изнаночных 1 лицевая 2 изнаночных и вытянутая петля вот отсюда провязываем 2 вместе 1 изнаночная и в конце ряда 2 вместе лицевой за заднюю стенку накид лицевая и кромочная и кромочная 11 ряд 2 вместе лицевой за заднюю стенку накид 1 лицевая 1 изнаночная дальше спицу правую вводим вот где у нас лицевая в петлю предыдущего ряда вот сюда и вытягиваем петельку надеваем ее на левую спицу и провязываем 2 вместе у нас снова пошла веточка вправо 2 изнаночных лицевая 2 изнаночных и здесь у нас 3 петля идет влево вот когда у нас смотрите чередуется 3 петля вправо и в этом же ряду первая петля влево здесь мы провязываем третью петлю влево и тут же вывязываем первую петлю вправо понятно да как провязали 2 вместе 1 изнаночная так и дальше повторяем до конца ряда 2 вместе лицевой за заднюю стенку накид 1 лицевая 1 изнаночная петельку вытянутую в петлю предыдущего ряда вот сюда вытянули надели на спицу и провязали 2 вместе лицевой 2 изнаночных 1 лицевая 2 изнаночных и 3 петелька вытянутая вот сюда провязываем 2 вместе изнаночная 2 вместе лицевой за заднюю стенку накид 1 лицевая и кромочная ну а дальше узор повторяется снова идет веточка вправо как бы сначала ряда и когда мы вывязываем последнюю третью петельку вправо в этом же ряду вывязываем петельку влево чтобы получилась веточка вот такой вот узорчик получается красивый я думаю что понятно да как объяснила и дальше продолжаем вязать уже самостоятельно ниточки больше подойдут тонкие вот чем тоньше нитка тем узор смотрится нежнее смотрите пробуйте экспериментируйте каким цветом какие какой ниточкой и уже таким образом вы подберете те нитки и тот цвет который вам больше понравится ставьте класс если узор вам понравился подобный узор есть на моем канале можете посмотреть а я с вами сегодня прощаюсь всем пока и до новых встреч